Добрый день, коллеги. Прошу. Уважаемые коллеги, сегодня я подписал бюджетное послание. Вот оно. Оно, конечно, посвящено бюджетной политике на ближайшие три года. Этот документ суммирует поручения, по которым уже ведется работа органами государственной власти и включает в себя целый ряд дополнительных мер, которые, на мой взгляд, актуальны для сегодняшнего периода. Наша бюджетная система достаточно эффективно поддержала восстановление экономики после кризиса. Рост в 2010 году стабилизировался на уровне около 4%, приблизительно такого же роста мы ожидаем в этом году или чуть выше. Дальше удалось существенно сократить дефицит федерального бюджета и, что самое главное, выполнить все социальные обязанности государства. Ключевые задачи нашей бюджетной политики – это, конечно, модернизация нашей страны, нашей экономики, создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и долгосрочного устойчивого развития. В ближайшие годы в России должна быть сформирована принципиально новая модель экономического роста. Она должна быть основана на росте частной инициативы, на инновациях, причем не таких фрагментарных, образцово-показательных, а на массовых инновациях, на эффективной системе публичных услуг, на качественной финансовой и производственной инфраструктуре. Однако сегодня не все элементы бюджетной и налоговой политики отвечают в полной мере этим задачам. Сохраняются также риски, связанные с зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры, существенной нашей зависимостью, скажем так. Новый трехлетний бюджет должен способствовать запуску новой модели роста, снизить риски и обеспечить макроэкономическую устойчивость. Исходя из этого, нам необходимо осуществить системные меры по целому ряду направлений. Их 12. Первое. Следует интегрировать бюджетное планирование в процесс формирования и реализации стратегии долгосрочного развития страны. Не позднее 2012 года надо утвердить долгосрочный экономический прогноз, увязать стратегические цели социально-экономического развития с их финансовым и нормативно-правовым обеспечением. При этом увязанная с общей стратегией бюджетная стратегия должна содержать процедуры оценки рисков устойчивости бюджетной системы. До конца 2012 года необходимо внедрить в программу целевой принцип организации деятельности органов исполнительной власти, утвердить основные госпрограммы и, соответственно, программные бюджеты на всех уровнях управления. Второе. Начиная с 2015 года следует ввести правила использования нефтегазовых доходов и ограничения на размер дефицита федерального бюджета. Это, кстати, полностью соотносится и с нашими международными обязательствами. При его формировании на следующий год и на плановый период 2013 и 2014 годов надо создать предпосылки до введения этих правил. Для стабилизации и последующего снижения дефицита федерального бюджета. Здесь есть одна проблема. Если мы не преодолеем инерцию формирования бюджетных заявок, в которых нет эффективности оценки расходования бюджетных средств, то риски для макроэкономической стабильности будут неприемлемо высокими. И, конечно, этого сценария необходимо избежать. На 2012-2013 годы будут снижены максимальные ставки обязательных страховых взносов с 34 до 30%. А для малого бизнеса в производственной и социальной сферах, а также для широкого круга некоммерческих организаций с 26% до 20%. У нас есть источники для компенсации выпадающих доходов. Есть возможности получить дополнительные средства в результате распоряжения федеральным имуществом, то есть приватизации. Есть нефтегазовые доходы, есть резервы, возможно, наконец, другие источники. В каком соотношении использовать эти источники, правительство должно само определиться в ходе бюджетного процесса. Это мое поручение. Четвертое. Российская налоговая система должна отвечать современным вызовам в условиях глобализации экономики. Она не должна быть слишком обременительной для общества, и, конечно, она должна способствовать развитию России как федеративного государства. Необходимо повысить стимулирующую фискальную функцию налогов, которые взимаются с компаний, работающих в нефтегазовом секторе, в алкогольной промышленности и табачной промышленности. Одновременно требуется замена существующего налога на имущество специальным налогом на недвижимость, о котором мы неоднократно говорили, а также расширение патентной системы налогообложения малого предпринимательства. Пятое. Бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни наших граждан, отдельного человека, на адресное решение социальных проблем, на повышение качества государственных и муниципальных услуг. Пенсии и пособия в 2012 году, как и в дальнейшем, естественно, будут увеличиваться. Так, в течение следующего года средний размер пенсии возрастет более чем на 11%, социальных пособий на 6%. Не позднее 2012 года должна быть полностью решена проблема обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с теми обязательствами, которые принимались. Продолжится реализация программ модернизации здравоохранения и образования, поддержка сферы культуры, физической культуры и спорта. С 1 января следующего года вопросы оказания медицинской помощи населения будут переданы органам государственной власти, субъектов Федерации. Это потребует соответствующего перераспределения доходных источников между региональными и местными бюджетами. Особо хотел бы подчеркнуть, что меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к механическому наращиванию расходов. Оплата труда в сфере оказания публичных услуг населению должна быть более конкурентоспособной по отношению к зарплате в других секторах. Прежде всего это касается учителей, медицинских работников, оплата труда которых должна существенно вырасти уже в ближайшие два года в рамках упомянутых программ. С 2012 года будет проведена реформа денежного удовольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц. Она будет проходить в два этапа, о которых уже было объявлено. В следующем году в вооруженных силах и системе Министерства внутренних дел. А с 2013 года в остальных силовых и правоохранительных структурах. Одновременно пройдет реформа пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников военной организации, в результате которой размер их пенсии значительно возрастет. Наконец, в вопросах повышения качества жизни особого внимания заслуживают проблемы экологии, в том числе механизмы финансирования природоохранных мероприятий. Улучшение состояния окружающей среды возможно только при условии совместных действий и совместных инвестиций государства и бизнеса. Шестое. Следует повысить отдачу от использования средств налогоплательщиков за счет модернизации сети государственных учреждений и улучшения качества государственных и муниципальных услуг. Напомню, что с 1 января 2012 года завершается переходный период введения новых форм оказания и финансового обеспечения федеральных государственных услуг. А с 1 июля 2012 года на региональном и местном уровне это происходит. Нужно заблаговременно принять все необходимые акты и решения. Обеспечить финансирование и высокое качество государственных и муниципальных заданий для бюджетных и автономных учреждений. При этом развивать конкуренцию в сфере предоставления социальных услуг, широко привлекая к этой сфере социально ориентированные некоммерческие организации. Нормативная база для этого создана. Седьмое. Должна быть существенно снижена роль государства в управлении экономическими активами. Правительству нужно определить график приватизации крупных пакетов акций в подконтрольных государств и компаниях. Доля государственного участия должна быть снижена до уровня ниже контрольного или вплоть вообще до отказа от такого участия в необходимых случаях. Исключение будет сделано в отношении организаций, которые работают в инфраструктурных секторах или прямо связанных с обеспечением безопасности государства. Это должно положительно повлиять на приток инвестиций и сформировать лучшие условия для справедливой конкуренции. Способствовать активизации инвестиционной и инновационной деятельности компаний. Уходу от явных или скрытых преимуществ для тех структур, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Все должны быть в равных условиях. И государственные компании, и частные. Восьмое. Требует кардинальной перестройки системы государственных закупок. Мировой опыт свидетельствует, что потребности государства в товарах, работах, услугах удовлетворяются более адекватно, если государственный заказ встроен в единую институциональную среду. Таковой должна стать федеральная контрактная система. Соответствующее поручение мною было дано в конце прошлого года. Сейчас эта работа идет. И идет так, в общем, напряженно, в полемике, скажем так. Нам необходимы механизмы, которые будут гарантировать и надлежащее качество закупок, и обоснованность цен, и надежный мониторинг их исполнения. Кроме того, необходимо в полной мере учесть особенности продукции, работы и услуг, которые связаны с научными исследованиями. Не менее важна эффективность и прозрачность закупок непосредственно для нужд государства и для государственного сектора экономики. И здесь необходимо с использованием мер бюджетной политики как спрос инициировать, так и стимулировать создание наукоемких, эффективных производств. При закупках товаров, работ и, соответственно, услуг субъектами естественных монополий, корпорациями и компаниями с государственным и муниципальным участием, нужно сформировать эффективные процедуры их закупочной деятельности. Сейчас об этом не говорит только ленивый. Обеспечить информационную открытость конкурсов, не допускающих необоснованные ограничения для их участников. А это, как вы знаете, происходит сплошь и рядом. И вообще надо существенно ограничить случаи, когда решения по государственным закупкам принимаются без тендера, на основании решения президента или правительства. Это исключение, а не общее правило, как в некоторых случаях пытаются представить. 9. Требуется обеспечить запуск работы Российского фонда прямых инвестиций, сформировать его капитал первоначальный за счет бюджетных средств и содействовать его дальнейшей работе по приоритетным направлениям технологического развития. При реализации инновационных проектов следует шире использовать механизмы государственно-частного партнерства, содействовать патентованию, стандартизации и коммерциализации разработок и завершить создание специализированного агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. 10. В текущем году необходимо принять поправки в бюджетный кодекс по вопросам государственного и муниципального финансового контроля, в том числе в части ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Здесь ситуация вообще не развивается, и это плохо. Задача внести в Государственную Думу соответствующий законопроект была поставлена еще в 2008 году, но она до сих пор не выполнена. И ответственности нет нормальной. 11. Следует обеспечить эффективную децентрализацию полномочий между уровнями власти в пользу регионов и муниципалитетов. Я создал специальные группы при администрации, которые до конца года соответствующие предложения должны подготовить. В них входят и руководители правительства, и губернаторы. В том числе по увеличению доли доходов региональных и местных бюджетов в структуре консолидированного бюджета России, которое должно соответствовать новому распределению полномочий. При необходимости следует подготовить предложение по изменению структуры налоговой системы и бюджетного законодательства. 12. Правительству России надо утвердить и приступить к реализации специальной концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами, так называемый электронный бюджет. Этим все сейчас занимаются, и мы должны достичь максимальной открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности. Все заинтересованные пользователи должны получать достоверную информацию. Таковы, уважаемые коллеги, задачи бюджетной политики на ближайшие три года. Ключевые параметры бюджета предлагаю обсудить на одном из совещаний по экономической политике, по бюджету, который состоится у меня. Благодарю за внимание, средства массовой информации, и мы сейчас коротко некоторые ключевые вещи обсудим.